В конце 90-х в Уссурийске закрылись все общественные муниципальные бани. Баня на Фадеева-20 стала первым частным заведением того времени. Сюда приезжали жители со всех микрорайонов города. В день их было до 200 человек. Баня на Фадеева пережила все финансовые кризисы, сумев дать людям то, чего не было в советских помывочных. А именно сауну, апартаменты и бассейн. Даже администратор бани не помнит, сколько лет посещают заведения постоянные клиенты. Я точно не скажу, но больше лет 12, от 15 до 12, вот так лет уже давно. Все постоянные клиенты, ну бывает, что-то новые появляются так. В общем, все постоянные. Пенсионерка Татьяна Андреевна из постоянных. Чтобы попасть в душ, она едет через весь город на пятый километр. А я на свободке живу, я сяду на Комсомольской на своей остановке. Доеду вот, ну все, и опять вышла с Вани. Подождала. Я остановка тут рядом. Я доехала до Комсомольска, вышла, пришла и мой дом. В постперестроечные времена обанкротили управление жилищно-хозяйственного отреста округа. Содержать все пять городских муниципальных бань стало накладно. Здания пошли с молотка. Администрация края долгое время выделяла средства на посещение жителями частных саун. Право приобрести так называемый талон имели пенсионеры, многодетные дети и малоимущие граждане. Но финансирование программы прекратилось в 2010 году. Кто реже стал ходить, есть кто раз в месяц. По талонам каждую неделю они ходили. А есть вот пенсионеры, ну пенсии маленькие, цены растут. И они раз в месяц приходят мыться. Так, дома в тазиках это, а уже чтоб хорошо раз в месяц. На одну тысячу жителей одноэтажной застройки должно быть пять душевых. Для жителей многоэтажных домов цифра немного меньше. Три душа на тысячу человек. Однако посчитали в управлении торговли 27 бань у Суриска – это всего 60% от норматива. В этой сфере услуг есть куда расти, считают как в администрации округа, так и сами предприниматели. Решили начать с сауны. У нас есть система скидок. То есть малоимущие граждане у нас пенсионеры ходят, моются за 100 рублей круглосуточно. Дети у нас до 10 лет ходят бесплатно. Баня на Попова 86 сейчас самая молодая в округе. Открылась она в декабре. Владельцы Добрыни изучили ценовую политику города, рассчитали затраты и решили, что могут позволить предоставлять услуги незащищенным слоям населения по льготной цене. Теперь задумались о расширении бизнеса. Договор концессии, то есть когда передается здание муниципальное, оно передается на определенный срок, то есть не платится арендная плата. Там берется здание на самостоятельный полностью баланс. То есть мы должны будем его содержать, за это мы должны будем от администрации отчитываться. В каждом микрорайоне города есть частные дома без централизованного водоснабжения. Не во всех многоэтажных строениях из кранов бежит горячая вода. Услугами бани жители будут пользоваться. А как сделать услуги более доступными, решает администрация округа. Анна Маринец, Александр Анисимов, Телемикс.